Всем привет, с вами Медведь. Ну что, ребятки, 29-й день Лиги Ритуал. Я хочу очень продолжать записывать видео на тему рипов в ХК. Это, мне кажется, самая такая важная тематика, тем более там, ну, это всегда будет актуально. Всегда новые игроки в пое, всегда появляются новые механики в пое, которые более риповые, чем старые. Поэтому это, несомненно, самое-самое такое интересное, важное и всем полезное. Вот, к сожалению, у меня не получается записывать свой контент тупо из-за лага. Каждый вечер, когда я сажусь записывать видео, у меня, значит, игра сильно лагает, и это совершенно нереально. Но я постараюсь, вот у меня будут потом свободные там по утрам тоже начну записывать. Короче, думаю, как-нибудь, как-нибудь. Это обязательно будет. Сегодня менее-менее серьезный такой, значит, контент. Есть в спуске такая нода, где с потолка, ну, как это сказать, наверное, раз это пещера, значит, с потолка пещеры падает бесконечный такой прям ливень из таких маленьких медведиков. Называется в эти медведики пламетинг урса, ну, типа падающие медведи подобное что-то, да. Я думаю, что все это видели, это, ну, довольно часто встречается, оно довольно так ржачно выглядит. Значит, приходишь на ноду, и вот они падают таким бесконечным потоком. Когда-то был баг, когда-то был баг, что эту ноду можно было ресетить бесконечно. То есть, просто не заканчиваешь ее, прям, ну, там, допустим, три четверти проходит, формишь экспу, выходишь и заново ее начинаешь. И вот так люди фармили экспу в спуске. Потом это пофиксили, естественно, сейчас это уже не работает, потому что экспа задерживается до того, как вы закончили клирить ноду, она вам не даст экспу. Вот, соответственно, вам приходится уже до конца, ну, сам, весь этот battle довести до конца. Вот, но я к чему? Я хотел рассказать про именно откуда эти вообще Урса, вот эти пламетинг Урса взялись. Если, насколько, я думаю, что все примерно тоже представляют, что в седьмом акте мы встречаем Грузкул, вот эту такую олень. Я сперва подумал, что это как такой олень, да, огромный олень. Но это не олень, это медведь, это медведь с рогами. И, значит, есть такая очень необычная броня, связанная с Грузкул, которая дает 5% регенерации жизни, там, какую-то адскую, там, плюс 250 жизни дает. Но нельзя использовать никакие спеллы. Вот, ее часто вешают на анимейт, анимейт Гвардиана. Она поэтому всегда в фильтрах подсвечивается, как такая самая-самая топовая подсветка, такая звездная. Вот, хотя для персонажа она совершенно бесполезна, естественно. Вот, хотя, наверное, кто-то, я думаю, какой-нибудь чудак тоже придумал даже с ней билд. Короче, Грузкул, вот эта вот богиня, вот эта мама, мама всех медведей. Вот, и про нее там отдельная лора, там, можете в седьмом акте тоже послушать, там, почитать. Но она, по сути, вот она в этой пещере живет, и это мама, мама всех этих маленьких падающих медведей. Но я о чем бы хотел рассказать. Эти сами медведи, вот эти падающие, почему они падают, ребятки? И это такая тоже необычная история, которая, ну, с пояс связана так косвенно, потому что новозеландские девелоперы, ну, ГГГ, естественно, они там близко, ну, географически близко с Австралией. И, значит, в Австралии есть такая популярная легенда про drop bears. Это, значит, падающие коалы. Падающие коалы, которые хищные, которые сидят на деревьях, и когда кто-нибудь внизу проходит, они, соответственно, падают и там вгрызаются там в голову, там, отгрызают там голову и так далее. Вот, значит, такие, типа, хищные, хищные коалы. Ну, обычно же коалы такие представляются, что они, типа, такие, ну, cute, типа, мимишные. А тут, наоборот, они такие кровожадные и супер хищные. И, собственно говоря, вот про них есть страничка, даже в Википедии я нашел. Вот, значит, как это, ну, примерно изображается, да, типа, хищные коалы, которые кто-то в фотошопе добавил клыки. Вот, к слову, кстати, коала – это не медведи. Это свой, значит, какой-то там биотип. Значит, да, ну, вот эта легенда, и она довольно старая. И в Австралии там вот очень развито, как это назвать, ну, трекинг всякий, правильно, там много путешественников приезжают в Австралию, потому что там особо, ну, страна же пустая, там живет, сука, я не знаю, там, ну, мало, мало, там, страна по размеру, там, чуть ли не размером, там, с Россию, ну, плюс-минус. Я понимаю, конечно, Россия больше, но тоже огромная страна, но там очень мало народа, очень-очень мало живет, и они там все живут на одном, там, краешке такой, ну, с двух краешек, так, чуть-чуть, чуть-чуть живет. Тут вся остальная страна огромная, неразведанная, там, куча всякой дичи, ядовитые, там, значит, змеи, естественно, пауки, кенгуру, там, которые людей убивают, я думаю, все видели видео, где там мужик, короче, значит, с вертухи, там, значит, против кенгуру заходит, там, чтобы освободить свою собаку, такой мем, мем был, значит, кто там, летучие вот эти все мыши, какие-то там, короче, вся вот эта мерзость, вся мерзость живет в Австралии, и поскольку она такая неразведанная, то эта мерзость, там, значит, спокойно живет, не парится и развивается, вот, и люди, которые приезжали, вот, там, на трекинг, на всякие, там, вот это исследовать, там, ну, или просто, там, погулять, там, посмотреть на природу, вот, их пугали, их пугали вот этими коалами падающими, это была такая, типа, легенда, чтобы именно испугать таких туристов, которые тупые, типа, приехали просто посмотреть на что-то новое, вот, и они верили, в этом весь прикол, это стало мифом, который стал невероятно популярным, я это, я это очень-очень давно, я это допое слышал от миф, и я такой, о, типа, нифига себе, такой, типа, что за странная фигня, ну, это вот такая специфика австралийская, то есть, они там тоже, у них там свои методы потроллить, потроллить, естественно, ну, там, у нас, у нас там в России тоже, там, свои аналоги, там, все эти, там, медведи с балалайками и так далее, и, ну, и, соответственно, народ тоже, мы знаем, там, чем попугать, если, если надо, тоже что-нибудь найдем, у всех стран свои какие-то такие вот легенды, но это вот конкретно про вот этих пламетинг-эрса, из, из пещеры с грузкулом, вот, а сама, конечно, грузкула, и там вообще вся вот эта история с этими богами, она довольно такая печальная, на самом деле, там много, много такого, как это назвать, и вот, кстати, и про китаву тоже, и так далее, вся вот эта мифология про вот эти, они не боги, они, как бы, скорее, божества, они такие, типа, мифические существа, с какими-то такими божественными качествами по сравнению с людьми, но они не боги, они, там, я бы не сказал, что они именно боги, там, там, там такая вот, можно сказать, такой, ну, более, более высокие какие-то существа, типа, типа, да, выше людей, вот, и там, да, про них, про них, там тоже много можно еще обсуждать, и много про это мифологии, я постараюсь тоже пару, парочку, может, в следующем месяце мифологических постов выпустить, я хотел про бридж-лордов рассказать, вот, пойду на Чиулу, убью Чиулу, и расскажу вам про бридж-лордов, и про Бионт, которые с ними тоже связаны, это вот, наверное, следующее будет по мифологии, и про Рипы, ребятки, конечно же, про Рипов ХК тоже буду, много постов, много всего еще будет интересного, так что так, оставайтесь с нами, и не бойтесь вот этих коал падающих, они не существуют, если что, до завтра.